Всем привет! Сегодняшнее видео будет болталка-собиралка. Наконец-то я сниму такое видео. Давно не снимала, давно хотела снять. Приходят периодически новые палетки, много всяких хотелок появляется и я обычно уделяю внимание палеткам, а потом работа и не получалось никак. Но сегодня, именно сейчас, пока я снимаю это видео, я собираюсь на работу. У меня есть чуть больше времени. Я решила совместить, сделать макияж на работу и снять как раз это видео. Я сейчас два раза в неделю хожу на работу, по-другому немножко стала краситься. Я стала делать более нюдовые макияжи каждый раз на работу, чем это я делала раньше. То есть, раньше я могла как-то разнообразить, потому что на работу все равно ходила каждый день и хотела все яркими тенями краситься. Сейчас яркими тенями крашусь дома, а на работу хожу нюдовой. Вот. И сегодня я первый раз попробую вот эту палетку от бренда Sigma Beauty, которая называется Ritsi. Сделаю ей макияж. Ну, все остальное это то, что я уже показывала, как-то упоминала. А, да. И еще в конце я расскажу про маленькую бюджетную находку от бренда LN Cosmetics. Итак, на моем лице сейчас ничего, кроме ухода, который уже какое-то время назад был нанесен. И на губах у меня увлажняющий бальзам от Lucas Popo. Все обычно начинается с вот этой базы под тени. Я сначала наношу ее. Я уже говорила не раз, что в последнее время перестала наносить тон до макияжа глаз. Раньше я всегда так делала. В последнее время как-то удалось себя приучить. Эта база у меня от бренда Sigma Beauty. Мне нравится, как она выравнивает. Она держит очень неплохо. И вообще она мне как-то так нравится. Хочется ее успеть добить до конца срока. Ее нужно сразу растушевывать, потому что иначе она высыхает очень быстро. По идее, мне можно было бы выйти поближе, да? Потому что я буду красить глаза. Палетка у меня сегодня от Sigma Beauty Ritsi. Я ее попробую наконец-то на глазах. Так-то я уже свочила много раз. Начинаю с оттенка Silk. Закреплю им базу. Хотя, в принципе, базу эту не нужно закреплять. На Jessop 222 я набираю. О, кстати, очень даже такой насыщенный оттенок. Вообще, я думаю, вы знаете, что я люблю бренд Sigma Beauty. У меня есть несколько их палеток. И у меня есть две палетки из этой же серии. Эту палетку я заказала на Natino, кстати, с подачи Жанны. Спасибо, Жанна, за упоминание не раз в Instagram. И к тому же мне в этой палетке очень понравилось, что в ней есть вообще все. В большинстве палеток от Sigma Beauty есть самое основное. Есть, например, самый темный оттенок. Есть светлый оттенок для закрепления базы. И есть какая-то сияшка. Например, одна или две. Вот здесь, например, более нейтральная сияшка. А это более теплая сияшка в уголок глаза. Ну и остальные, там, переходные и так далее. Даже вот здесь, в этой маленькой девятке, все продумано. Ну, не во всех девятках такое удается. Я решила, что раз в этой палетке есть это все, то она мне нужна, как, например, хотя бы какая-то дополнительная для других маленьких. Дальше хочу черный оттенок Naturnal взять на кисточку от Viche Cosmetics номер 11. Раз в ней есть все и она маленькая, для меня это прям будет очень важная маленькая палетка-помощница. Я заметила, что в маленьких палетках очень часто не хватает чего-то. Например, не хватает черного цвета. Кстати, очень классный черный цвет, хорошо тушуется. Например, не хватает черного цвета. Или не хватает светлого для закрепления базы. Или не хватает светлого шиммерного для уголка глаза. И я решила, что мне нужна такая маленькая палетка, в которой это всё будет. Вообще, какой хороший цвет. То есть, он немножко, конечно, при растушёвке теряет эту свою глубину, но он всё равно хороший. Кстати, в нём есть блёстки. Видно, да? Но я не знаю, их не видно, когда я наношу. Может быть, они как-то влияют на растушёвку. Бывает такое, что блёстки помогают, что-то там растушёвывают, не знаю. Ну и, в общем, оказалось, что у этой палетки есть всё. И я поняла, что надо её всё-таки купить. Потому что, например, в теории, да, представляю, что если я куда-то еду, я, конечно же, вряд ли возьму большую палетку с собой. Ну, возьму я, например, какую-то маленькую палетку. У меня есть много маленьких палеток, которые мне нравятся, и как бы можно было бы взять с собой. Но я понимаю, что в каждой всегда чего-то не хватает. Вот одного из этих моментов. И получается, тогда, если у тебя есть маленькая палетка, в которой есть всё это дополнительное, можно взять вообще абсолютно любую палетку, и всё. И к тому же эту палетку можно просто поставить, например, себе там на стол, и она всегда будет помогать, если вдруг где-то чего-то не хватает. Потому что, знаете, мои даже большие палетки-помощницы не все обладают такими оттенками. То есть, где-то чего-то не хватает. Они у меня в основном матовые, кстати. Всё есть, но сияшки, например, в уголок глаза нет. Здесь, конечно, невероятно прикольная подборочка. Здесь нейтральные оттенки и тёплые. Оттенок Hazel очень красивый. Одно время у меня прям с ума сходила по таким. Но и этот мне нравится, не знаю даже. Наверное, нанесу я Hazel. Помыла недавно кисточки Jessop, поэтому сейчас будут они. 227. Я беру оттенок Hazel. Минус, конечно, что в этой палетке нет зеркала. Ой, он прям насыщенный какой-то. Более насыщенный, чем я ожидала. Минус, но есть обычно в других каких-то палетках зеркала. То есть, я представляю, что я могла бы взять эту палетку с собой в поездку и любую другую, в которой, например, есть зеркало. И всё. Две маленькие палетки. Мне кажется, это круче, чем одна большая. У меня сейчас утро, потому что я ведь собираюсь на работу. И у меня нависания прям такие очевидные. Я не загадывала, что я хочу. Ну, как-то я обычно, когда что-то такое нюдовое делаю, думаю, да как пойдёт, так и пойдёт. Так я и пойду на работу. Кстати, этот оттенок мне напомнил оттенок из палетки Transition. Обычно после того, как помою, эти кисточки из них ещё попадают парочка волосков. Не из всех, из некоторых. Вот сейчас вот выпал. Да, сейчас у меня тут немного борьба идёт с нависаниями. Цвет хорошо тушуется, но сложно на моём нависании сейчас. Ну всё, битва закончилась. В принципе, это недолго было. Бывает и подольше. Но что-то у меня как-то не хотели наноситься. Мне ещё кажется, что это, наверное, кисточка. Она вроде бы пушисто-плоско-пушистая. Она какая-то, наверное, слишком пушистая. Мне надо было чуть поплотнее взять кисточку. Могла бы я и побыстрее это растушевать. Так-то цвет неплохо лёг, но нависание, конечно, не портит. Теперь на подвижное веко нужно что-то нанести. Ой, выбор великолепный. Браунстоун и Майдас. Голд Раш тоже должна посвочить. Офигительные оттенки. Так красиво там сияют. Все их, по сути, на руке. Сочи у меня все палетки есть в шортс. Все красивые. Да, в Голд Раш есть вот эти вот великолепные частички. И что сюда больше подойдет? Джессов кисточку 233 беру. Решила я нанести всё-таки оттенок Голд Раш. Вообще-то, я думаю, надо было, наверное, кисточки Сигма брать. Я чуть-чуть сдуваю, чтобы сильно не осыпалось. Наносится прекрасно. Но вообще кисточка эта хорошая, потому что она умеет наносить сияхи. Ой, прям аж приятно водить. Темнее он, чем на руке. На руке он посветлее. Сейчас я пальцем ещё хочу пройтись. Нет, ничего не меняется. Пальцем как-то поглажу, получается. Но я не вижу, чтобы он стал таким же, как я его вижу на пальце. Мне кажется, как будто он светлее на пальце, чем на глазу. Он красивый, и я его могу здесь носить. Но я почему-то думала, что он будет светлее. В общем, как-то получается, что оттенок темнее. И пока непонятно. Ну, надо будет завершать весь макияж уже. Я думаю, что сейчас с помощью оттенка Госомы... Так, это у меня кисточка. Укрил техник, сейчас такое много набрала. Я думаю, с помощью этого оттенка мне удастся немножечко высветлить здесь ситуацию. Я потом его ещё, скорее всего, буду добавлять. Госомы не очень сияющий, но он хорошенький. В принципе, он как раз в пару к этому Голд Раш. А сыпашек нормально так насыпалось много. Потому что я уже потом, когда этот Голд Раш наносила, я уже перестала сдувать каждый раз. И нормально так сыпашек нанеслось. Сейчас я протру их. Так как я сейчас буду ещё уход наносить, я сначала протираю просто ватным диском вместе с тоником. И если это дело не удаляется, то тогда уже надо брать мицеллярку и ещё раз проходить с ватным диском вместе с тоником. Несмотря на то, что мицеллярку, говорят, не надо смывать, но хотя бы тоником я бы хотела убрать. В общем, мне кажется, что надо, да, мицеллярку брать. Но я не уверена, что и мицеллярка сможет убрать. Нормально так насыпалось. То есть, вот это вот всё, что насыпалось. Но блёсток здесь не видно. Здесь только видно оттеночные части. Я тогда это сейчас буду стирать и вернусь уже, чтобы нанести консилер, тон и так далее. Ну что, мицелляркой получше, конечно, всё снилось, но всё равно что-то осталось. Я заново нанесла уход, который был, мне пришлось стереть. Прошло какое-то время, я думаю, что всё уже впиталось. Я наносила всё это время вот этот тональный, но он у меня же практически закончился. Это Catrice, True Skin, и мне его ещё нужно смешивать. Иногда, когда совсем торопишься, то некогда. Тут смешивать с оттенком, который посветлее. И здесь такая уже тема стала, что его нужно выливать, потому что уже он вот этой помпой не набирается. А когда выливаешь, то вообще куча времени уходит, потому что бывает больше вылиться, бывает меньше вылиться. Но сейчас, то есть, он у меня уходит уже из утра, и я не знаю, наверное, пора его уже убирать, там совсем мало осталось. Поэтому я сейчас нанесу вот этот прекрасный тональный, компактное тональное средство. Он называется Studio Fix Tech. У меня был обзор подробный на него. Возьму, наверное, я кисточку тоже от BH Cosmetics номер 3. Она плотно набитая, но не сильно плотная, такая чуть более пушистая. И вот мне прям совсем нравится именно такими кисточками его наносить. Я его наношу прям сразу без базы. Мне нравится больше его без базы носить. Я сейчас не ношу никакой SPF. Иногда я могу, конечно, нанести SPF в зимнее время или вот сейчас ноябрь. Но специально я об этом не задумывалась, потому что я ношу SPF, чтобы защитить себя от проявления фотодерматита. А в это время года он у меня вообще никак не проявляется. Поэтому я вообще не парюсь по этому поводу. А если тональный нормально себя ведёт прям сразу на коже поверх ухода, то тем более я не буду. И вообще, мне кажется, что сейчас в большинстве тональных есть хоть какой-то солнцезащитный фактор, идёт всё равно по составу, понимая, что там есть что-то, там диоксид титана, аксид цинка. Если кому интересно про мои отношения с SPF, то у меня есть видео, давно я его снимала, где я всё рассказала. И всё, не очень хочется к этому возвращаться, потому что это такая индивидуальная тема, я считаю. То есть у меня фотодерматит, из-за этого я ношу SPF. И больше не из-за чего. И на это я и ориентируюсь. Этой кисточкой прям вообще хорошо наносится он, этот тональный. Сейчас я возьму своё увеличительное зеркало. Сейчас прям вообще офигенно нанёс. Ну и, кстати, вот когда его наносишь, то всё стоит у сухой, а точно так же, как и на арт. То есть кисточка вообще как будто бы я наносила сюда пудру. То есть ничего нет на ней, кроме оттенка. Сейчас у меня два консилера, оба от Revolution. Но обычно, когда утром я крашусь, я, если мало времени, наношу вот этот. Он меньше занимает времени для нанесения, потому что у него есть аппликатор. Это у меня Concealing Hydrate. Что-то я тут много нанесла. Ну ладно, ничего, что-нибудь придумаем. А этот именно под глаза. И он мне больше нравится на самом деле. Но дольше его наносить, потому что у меня здесь нет спонжа, он отвалился. И вообще его надо наносить на руку там и так далее. Так как много здесь нанесла, я, наверное, должна пройтись спонжем. У меня сейчас какой-то не очень хороший спонж. Я его купила на Wildberries. Его так все хвалили, так хвалили. Знаете, он начал разваливаться с первого дня. И странно, что вот он разваливается, разваливается и никак не развалится. И вот из-за того, что он никак не развалится, я никак не куплю новый спонж. У меня, кстати, есть ещё второй такой же. Я не знаю, что это за бренд. Мне кажется, это что-то из области Алиэкспресс. Плохо, что он именно разваливается. То есть по свойствам он может ничего-то. Если кто смотрел мою косметичку месяца, у меня там вот эта вот пудра от Бэка. Тут уже мало совсем осталось. Косметичка месяца у меня до сих пор. Эта косметичка, я не знаю, это будет косметичка сезона, наверное. Ну, из-за того, что я чередую с другими. Так, ничего не высыпается. Что случилось? Кисточку я беру от Stellar, номер 123. Я хочу здесь пройтись, чтобы если что-то осыпалось, мне было легче убрать. Это пудра на самом деле для области под глазами. И поехали к глазам. Так, я верну оттенок Gossamer, он у меня снизу всё-таки потихонечку исчез. Потихонечку, потому что я тут стирала, стирала. У меня сейчас здесь очень текстурные веки во внутреннем уголке. Но я очень надеюсь, что в течение дня это у меня пройдёт. Потому что это не очень хорошо. И хочу я ещё этот оттенок немножко сюда увести. Что мне хочется, чтобы здесь было чуть посветлее. Да, вот так я сейчас пообильнее нанесла этот оттенок Gossamer. И он мне подсветил получше. Но он тоже сдержанно так подсвечивает. В принципе, мне это нравится. Воспользуюсь снизу оттенком Enrich. Кисточка у меня от My Destiny. Такой мягкий смаджер. Мне кажется, что оттенок какой-то красноватый. На контрасте с верхом, да. Вот он серьёзно кажется каким-то красноватым. Вообще суперски, хорошо, легко нанёсся. Кисточку беру опять же от Jessopan номер 223. И оттенком Nectar хочу подтушевать снизу. Интересно проверить. Можно, конечно, было бы обойтись без разнообразия цветов снизу. Потому что так у меня, конечно, не такой уж и нюдовый макияж получается, да. Он слабоватый такой вроде как. Но я не особенно его успела оценить. В общем, прекрасно. В принципе, получилось то, что я и думала. Но вот этот сверху оттенок темноват. А так нормально. У меня так уже получился достаточно глубокий макияж. Наверное, я же их подводить не буду. Всё-таки это у меня дневной макияж должен быть. Я накрашу ресницы. Как обычно, прежде чем я накрашу ресницы, я всё-таки их расчёсываю. Потом я завиваю их прекрасным кёллером от бренда Twizerman Pro Master для миндалевидных глаз. Я вот одно время его нахваливала и я продолжаю хвалить. Я каждый раз, когда им пользуюсь, думаю, как же хорошо, что я его купила. Поэтому, если вы не видели, не слышали, как я хвалю его, и у вас миндалевидная форма глаз, то он точно подойдёт. Потому что это настолько по-другому получается. То есть, на самом деле, глаза у нас отличаются на миллиметры, наверное. У кого-то чуть более круглые, у кого-то чуть более миндалевидные. Но это очень важно, когда кёллером пользуешься. Да, я ещё разок расчесала, прежде чем наносить тушь. Тушь у меня от Chic. Сейчас единственная моя открытая тушь мне прям понравилась. Я, думаю, буду повторять. Я, кстати, уже, по-моему, это говорила. Буду повторять эту тушь, потому что она прям надёжная. Мне нравится, как она красит. Ну, она не сильно удлиняет. Она даёт немного объём, немного удлиняет. Но, в принципе, она хорошо смотрится на ресницах и не подводит. То есть, такого нет, знаете, что вот у меня что-то там осыпалось или что она начинает отпечатываться. Иногда бывает у меня под левым глазом немножечко отпечатывается. Но у меня просто строение такое, что вот, ну, например, здесь у меня вот припухлость никак не касается глаза. А вот здесь иногда касается. И из-за того, что носим маски, бывает там, ну, дышу и чуть-чуть отпечатывается. Но я это легко убираю. Но мне кажется, что это у меня происходит вообще, наверное, со всеми-со всеми тушами. Даже если тушь там какая-нибудь водостойкая, ещё что-то, всё равно бывает такое происходит. Не всегда. Но это точно не в туши дело. Потому что если под нормальным глазом такого не происходит, значит, всё супер. Так что хвалю я тушь от Шик. У меня есть запасные туши, ещё не открытые. И часто бывает такое, что, ну, например, открываю тушь какую-то новую для себя. Понимаю, что она не так прекрасна. И открываю ещё какую-нибудь, которую давно знаю. Потому что та тушь для меня более надёжная. Но сейчас я не открываю. У меня единственная открытая тушь. Это круто. Потому что это значит, что я её за три месяца очень хорошо использую. И, кстати, удобная щёточка я даже снизу никогда не пачкаю. Но я только один раз сюда обращаюсь. Иногда бывает два раза, если я сделала какой-то поярче макияж. Всё ещё я использую этот карандаш от Maybelline. Он у меня был там в косметичке месяца. Никак я его не добью. И вообще, это уже у меня не первый карандаш от Maybelline. Хочу его добить, чтобы уже перейти на другие. Он очень экономично расходуется. Пока я брови не закрепляю, я их закреплю, когда уже нанесу цветные пудры. Потому что они часто остаются на геле для бровей. В последнее время я всё чаще пользуюсь вот этой палеткой для лица от Hourglass прошлогодней лимитки. Потому что она меня нормально так ограничивает и хорошо. Значит, я заодно могу пройтись пудрой. Ну, осыпашек у меня, кстати, не появилось. Я могу пройтись вот этой пудрой ещё разочек. Например, там где-то подправить, если где-то осыпашки или ещё что-то. Или добавить сюда блюра. И беру бронзер. Заметила, что бронзеры как-то на мне что-ли естественнее смотрятся, чем скульпторы. Либо я их как-то странно так наношу. Я когда ношу бронзер, я его как-то круговыми движениями. И в целом он смотрится поестественнее на мне. А скульптор я хоть и пытаюсь тоже более естественно наносить. Но он бывает у меня странно как-то смотрит. Да, кстати, у меня тагисточка была от Miniso. Miniso уехали из России, вроде говорят, да? Это печально. Ну, ладно. Теперь эссенс у меня будет. Что тут написано? Это кисточка для бронзера. Никогда не использовала для бронзера. Мне кажется, я всегда использовала только для румян. Румяна наношу. Румяна здесь тоже такие сдержанные. И я ничего не перебарщиваю с ними. Мне нравится, кстати, этой кисточкой наносить румяна из этой палетки. Потому что достаточно маленькая. И нормально сюда всё помещается. Осталось нанести хайлайтер. Это кисточка от DECO. И всё, как я говорю, и чуть-чуть прохожу. На нос что-то я в последнее время не наношу. Когда особенно маску нужно надевать. Давайте сейчас нанесу чуть-чуть. Условно. Не знаю, нанеслось что-то или нет. Ну и на губы. Зависит от того, в каком сейчас у меня состоянии губы. Если я чувствую, что сухость ещё осталась, на что-то прям совсем увлажняющее. Если нормально, как вроде бы сейчас, можно нанести и что-то обычное. Давайте прекрасную помаду от Rewi в оттенке 07. У меня тут вот гель для бровей от Artvisage. Совсем чуть-чуть его осталось. Я его тут пытаюсь успеть добить до срока после вскрытия. Я беру спрей от бренда Max Factor. Он, кстати, очень хороший. Хорошо закрепляет и распыляет. Круто я уже его хвалила. Здесь есть в составе спирт. Но это такой спирт, который вообще не ощущается. Зато у него большой срок после вскрытия. И он, на самом деле, хорошо держит. Мне осталось теперь только одеться и выходить. Но у меня сейчас ничего не было. У меня была только вот эта палетка от бренда Sigma Beauty из нового. И поэтому я, наверное, только про неё и скажу. Про всё остальное я уже и раньше вроде рассказывала. Мне здесь вообще понравилось всё, что я сегодня нанесла. Единственное, что, да, тена Gold Rush оказалась темнее, чем я думала. Какой обман зрения получается. А так всё, мне понравилось. Сейчас я не знаю, кстати, как в целом сочетаемость оттенков. Мне подходит, я считаю. У меня сейчас ещё нависания в течение дня сойдут. И вообще будет нормально смотреться. По задумке классная палетка. Всё в одной. Вообще классно. Ну и, знаете, я вернусь к этой мысли про палетки, в которых есть всё. Маленькие палетки. Когда я задумалась о том, что в маленьких палетках обычно не хватает всегда чего-то такого базового, что мне обычно нужно. Например, не хватает чёрного или не хватает светлого для перекрытия базы. Или не хватает сияшки в уголок глаза. Я решила, что, может быть, мне создать свою палетку. Я, кстати, сделала. Вот в такую маленькую палетку магнитную от Make Up For Ever я поместила 4 оттенка. И я сейчас расскажу, что это за оттенки. Значит, вот этот оттенок я вытащила из палетки от бренда Sephora. Знаете, там такая вот есть база для закрепления, которую я нахваливаю, сухая. И у меня тут уже достаточно большая дырка. Я её сюда положила, вытащила из палетки. Очень легко досталась она оттуда. И чтобы она у меня была под рукой, я её сюда положила. Потом подумала, мне, в принципе, нужны ещё вот эти вот сияющие оттенки в уголах глаза. Я решила, что мне нужен более тёплый и более холодный. Потом я достала ещё и чёрный. Это всё из палеток Make Up For Ever, Artist Shadow 4, Artist Shadow 1. Тоже легко всё тут досталось. Это мои давние палетки, которыми я уже вообще 100 лет не пользуюсь. Я сначала подумала, может быть, купить у Make Up For Ever отдельно. А потом смотрю, что это те же самые оттенки. Может быть, чуть-чуть формула изменилась, может быть, и нет. И в итоге я их подоставала. И вот она у меня здесь лежит эта палетка. В которой вот есть вот эти 4 оттенка, которых всегда не хватает в маленьких палетках. Или бывает даже и в больших. Хотя бы одного какого-то нет. Но я заморочилась и решила, что я хочу всё же палетку такую. Кстати, вот Sigma я вот и купила тогда из-за этого. Но пока она ко мне приехала, я всё равно продолжала искать какие-то другие палетки. Я нашла. Это палетка от бренда LN Cosmetics. Для меня это новый бренд. Я знаю, конечно, он давно существует. Это бюджетная палетка. Она стоит 260 рублей. Здесь есть вот как раз всё, что нужно. Значит, здесь есть вот именно чёрный оттенок. Здесь вот эти вот сверху оттенки. Один теплее, другой холоднее. Несмотря на то, что они здесь так смотрятся. Они на глазах такие. Вот это какой-то жёлтый сатиновый. И вот это тоже такой матовый, который можно закрепить базу. Он как бы не глухо матовый. Ну, короче, он нормально закрепляет базу. Ну, и вот три как бы здесь такие переходные оттенки. По сути, это вот всё, что надо. Здесь ещё был вот такой двусторонний аппликатор. Я его вытащила. Я не знаю. Если брать её в поездку, то нужно что-то сюда более нужно положить или ничего. Ну, и, кстати, здесь есть зеркало. И оно в удивительном месте. Оно находится сзади. Вот так. Ну, вообще, какая-то странная идея. Но это нормальное обычное зеркало. То есть, это стекло. И всё там приделано так, что даже тяжёленькая немного палетка. В принципе, задумка очень прикольная. Хотя, ну, 260 рублей понятно. Здесь есть огромный-огромный минус. Я не знаю. С одной стороны он и огромный минус. С другой стороны, может, и нет. Здесь очень сильная парфюмерная душка. Очень сильно. Очень. Запах не неприятный. То есть, это просто какой-то такой, знаете, нейтральный. Какие-то духи, которые мне бы не понравились, но они не неприятные. Ну, запах очень сильный. Вот это минус. Я не знаю, зачем. Что они там подавляют этими запахами, эти бюджетные бренды. Я не знаю. Эти три оттенка, они тушуются, но чуть-чуть сложно. То есть, знаете, как будто... Может быть, из-за того, что они сильно пигментированные. Может быть, из-за этого. Ну, то есть, я не говорю, что плохо тушуются. Сначала я так подумала, что плохо тушуются. Но потом я просто взяла более плотные кисточки и нормально получается. Я несколько раз пыталась носить эти тени. То есть, я делала макияж с этой палеткой. Но, например, я не представляю, как бы я ее могла носить одну. Может быть, если только матовые наносить куда-нибудь на подвижное веко. Потому что сияшки здесь хорошо смотрятся только в уголке глаз. На подвижном веке они смотрятся как-то странно. Я не хотела бы использовать слово «дешево», потому что палетка и так дешевая. Но, как бы, не в плохом смысле. Я не знаю. Ну, то есть, они там странно очень смотрятся. В уголке глаза хорошо подсвечивает. Вообще супер. Но как только я наношу на подвижное веко... Может быть, это у меня такие веки. Все-таки текстурные они. Может быть, потому что у меня так. Но вообще, вот если как помощница за 260 рублей. И если там иногда с собой брать в дорогу. По-моему, вообще офигенная тема. Так что, может быть, даже и это лучше в этом смысле. Потому что у нее есть зеркало, вот, например. А вот у этой палетки зеркала нет. Но я ее, кстати, положила себе в косметичку тут на столе. И я замечаю, что даже когда я не собиралась ей окрашивать какими-то другими палетками. И периодически ее беру. То мне нужен черный. То мне нужен вот этот вот сатиновый желтенький для того, чтобы подпровь нанести. То мне нужен вот этот. То есть, я каждый раз что-то тут нахожу. Это очень даже прикольно. Так что, моя бюджетная странная находка. Необычная, но прикольная порядка. Ну, наверное, это все. Все, что я хотела сказать во время этой болталки-собиралки. Получился такой вот у меня макияж, с которым я буду сегодня ходить. Буду ждать ваши комментарии. Как вы собираетесь на работу? Как вы ускоряете процесс? Я сейчас, конечно, долго красилась. Потому что я все-таки снимаю видео. У меня на все ушел час. Час это, в принципе, примерно столько, сколько я себе выделяю на макияж. Но, если мне нужно на работу, я стараюсь быстрее накраситься. То есть, бывает, что я могу накраситься там за 40 минут. Даже бывает за 20 минут, что я очень не люблю. Но, бывает, быстро торопишься, торопишься. Раз-два, я быстренько накрасилась. Ну, и, кстати, у меня чаще всего все-таки по утрам тоже вот эта палетка. Потому что она хотя бы мне не дает сильно разгуляться. Это мини-глем от Наташи Леноны. Потому что я вот сейчас подумала, что вот такая палетка мне даст разгуляться. Здесь уже 9 оттенков. И очень разнообразных. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Пока.